Всем привет, ребят! Я очень рада вас видеть опять на своем АСМР канале. Меня зовут Лиса. И сегодня я узнала, что мы давненько не пили с вами чай. Поэтому заваривайте себе кружечку чего-нибудь подрящила. У меня, как всегда, моя громадная чашка. На этот раз у меня чай с бергамотом черный. Плюс я добавила немножко малинового, нет, клубничного. И лимончик. О, так классно чувствуется клуб. Но самое главное, это пончики из KFC. Когда я снимала свое позапрошлое, кажется, ну, в общем, снимала видео с ножками из KFC, я обратила внимание, что у них новинка, пончики. Вы знаете, какая я сладкоежка. Я не могла это пропустить. Давайте попробуем, потому что я очень голодная. Пончик с яблоком и корицей. Корица прям слышно, как пахнет. Я обожаю корицу. А это очень вкусно. Такие мягенькие. Такие вкусные. Видите, там внутри. и яблочное повидло. Очень. Класс. Вы знаете, я мечтала об этих пончиках со вчерашнего, даже с позавчерашнего вечера. Я просто вчера и позавчера была на разгрузке. Прям вот представляла себе, как я буду снимать видео с пончиками. Кто не пробовал, короче говоря, рекомендую. Ну что, обсудить сегодня вообще планировала, ребята, с вами одну такую серьезную тему. Ну, знаете, поговорить там, такое, обсудить важный злободневный вопрос. Но, во-первых, у меня сегодня для этого какое-то чересчур такое хорошее солнечное настроение. Не будем его портить, правда, какими-то серьезными темами. А, во-вторых, мне неожиданно позвонила моя подруга давняя, которую я давно уже очень не слышала. Мы с ней вместе учились в институте в одной группе. Я ее очень люблю. Если ты это смотришь, та-то. Вот. И как-то разговор с ней меня вдохновил, натолкнул вспомнить о своих студенческих годах. Так что с темы у нас сегодняшнего чайпития, студенчества, учебы в институте, как это все было, немножечко поговорим об этом. Всего я в любом случае вам не смогу рассказать, ребята, потому что эти пять лет были довольно-таки насыщенными, безумными, интересными. В общем, чего только со мной не происходило за пять лет. Ну так, просто повспоминаем, пофантазируем. Кто сейчас учится в институте, напишите мне в комментариях под этим видео какие-нибудь забавные истории из своего студенчества. Мне будет очень интересно это почитать. Ну так вот. Я заканчивала один из главных вузов Донецка. Не буду говорить какой, но это в принципе не важно. Училась на экономическом факультете, а как бы вуз такой был технический. То есть в основном там были такие технические специальности. Наш экономический факультет выбивался особняком в том плане, что у нас процент девочек намного превышал процент мальчиков в группе. А во всех остальных специальностях и курсах было совершенно и в факультетах было совершенно по-другому. Потому что технари, понятно, всегда. Мужчин больше. Я была старостой. Я вам больше скажу. Причем, я не знаю, как они выбирали старосту. Это было сделано абсолютно по ходу рандомно. То есть мы просто пришли перед первым сентября первого курса на общее собрание первокурсника. И там декан с листочком перед громадной аудиторией зачитал, значит, кто, где будут старосты. Когда он дошел до моей группы, я уже знала, в какой я группе, я так замерла, думаю, блин, а вдруг действительно меня сейчас назовет мою фамилию. А я еще пришла, главное, на это собрание первокурсников. Софиями-одноклассниками. Ну, и с тех, кто поступил тоже в этот вуз. Причем это были поголовные мальчишки почему-то, не знаю. В общем, человек 10 мальчиков и я. И он, значит, читает-читает эти списки старосты, говорит, а вот в группе такой-то, такой-то старостой будет лиса. В общем, все мои одноклассники бывшие начали хлопать, как дурочки, и хохотать, в общем, радоваться, непонятно почему. Адекан был в шоке. Он такой, говорит, ну, где же она там, пусть встанет, аж интересно посмотреть, на кого такая буртная реакция. Я была хорошей старостной. Никого там никогда не закладывала, знаете, как вот есть такие рьяные старостные. Если просили там не отмечать, напаришь, человек, если прогуливал, я обычно не ставила оттенки. А под конец, вы знаете, я вообще изобрела свою систему проставления пропусков на лекциях, потому что этот журнал, мне так не нравилось его с собой отыскать, он был такой громадный, громоздкий, и отмечает на каждой паре, вот это, кого не было, кто был. Короче, я изобрела свою систему. Ну, просто были там такие люди, которые регулярно прогуливали лекции. И вот я в конце там каждого месяца, когда нужно было сдавать эти списки с пропусками, просто рандомно им там по одной энночке там раз в неделю проставляла, так что журнал был вроде как заполнен, вроде как и... Ну, в общем, такое. Как же это вкусно. Есть люди, которые почему-то не любят корицу. Не знаю, почему. Я люблю все, что связано с корицей. Мне нравится запах корицы, вкус корицы. Я обязательно добавляю ее в кофе всегда. Хорошо. Вот. Поступила я, кстати, говоря на бюджет. Поступила сама. Все годы обучения получала стипендию. Да, ребята, я была такой премьерной студенткой. Премьерной. Как-то, знаете, вот мы успевали все. И сдать хорошо сессию на отлично, позубрить там, поучить эти предметы. И появиться на парах, и посидеть на лекциях. Но при этом и гуляли, и ездили везде. И, господи, да столько всего было интересного. Это вообще... В нашей бюджетной группе было подавляющее большинство девочек, естественно. Вот. Было очень много таких девочек, знаете. Ну, вот из серии такие прям серьезные, ответственные студенты, которые не ходили никогда ни на какие вечеринки, не участвовали ни в каких увеселениях. То есть, они всегда сидели там на первых партах, все вот, тянули ручки. Это я к тому, что, ну, были, понятно, такие студенты, которые вообще не появлялись на лекциях. В рекордсмен у нас там был один мальчик, который, ну, за год там буквально раз пять от силы появился и то. То есть, такое... Это все крайности. Я всегда придерживалась, вот золотой середины. То есть, я училась, я, кстати говоря, ребята, за все годы обучения не платила ни за один предмет. Нет, вру. За бухгалтерию. Не понимала я бухгалтерские учеты, вообще вот просто хоть убей меня. У меня была немножко другая специальность, то есть финансовый кредит. Но этот бухучет, господи, этот дебет, этот кредит, у меня никогда не сходилось с эти задачки. О, сейчас как вспомню, так вздохну. мне должна признаться, что это был единственный предмет, за который я заплатила на экзамене. Но я просто не могла это. У меня мозг, видимо, настроен в другую сторону от понимания бухгалтера. Так что, знаете, как говорят, от сессии до сессии живут студенты весело. Это вот было про нас, реально. Я, правда, не участвовала в КВН, как-то что-то у меня туда руки не дошли. Но мы ходили на все вот эти КВН-овские концерты. Всякие путевки, которые правком институтский распределял между студентами, мы обязательно всегда там участвовали, то есть ездили отдыхать, ездили в там такой, есть у нас лесная база недалеко от Донецка, в Славянногорске, если кто в теме. Ездили летом на море от института, тоже в Ялту ездили с подружкой однокурсницей. Это был вообще какой-то безбашенный отдых в Ялте. Ездили во Львов. Это было тоже очень интересно. Причем нас поселили в каком-то страшнейшем, убитейшем профилактории. Комнаты были, знаете, кроватей на 7, на 8. Обшарпанный, страшный, ну, жесть вообще. Воду давали, как сейчас помню, тогда в этом профилактории, утром с 8 до 9. И все, больше ее везде не было в душе. То есть, вот если ты в эти часы не успел покупаться, ну, ходишь весь день грязный, как дурачок по Львову гуляешь. И я помню, вот как бы мы там всю ночь не гуляли, ну, представляете себе, да, что такое профилактория, населенная одними студентами, причем студентами практически из одного факультета, которые все друг друга где-то там как-то знают. Да там такие были гулянки, это вообще невообразимо. Вот. И где бы, как мы не гуляли, на 8 утра все как штык с полотенчиками бегут в душ, потому что, ну, блин, единственный час. Еще я ходила, пока училась в институте, правда, никак не связана, наверное, с институтом была, но это тоже одно из моих таких ярчайших воспоминаний. Я два раза ходила в поход пеший по Крымским горам, 10-дневный, какой-то там первого уровня сложности, то есть прям полноценный такой туристический поход. Ребята, это было что-то с чем-то, причем первый раз я пошла в поход на первом курсе была еще молодая, зеленая, то есть совершенно не цифровывало, на что я себя подписала. Я помню, я вернулась из того похода и сказала, мама, если я когда-нибудь еще раз соберусь в поход, пристрели меня сразу. Ну, как-то сложно это было на неподготовленном организме. А потом еще раз курсе, наверное, на четвертом, у меня случилась там вот такая ну не то, что несчастная любовь, но в общем я бросила там одного мальчика, с которым у меня была любовь. И, ну, понятное дело, переживала, несмотря на то, что это я его бросила, все равно какие-то, знаете, лирические переживания. И я, короче, с горя ломанулась во второй похожий поход, тоже по Крымским горам. Но поскольку здесь я уже как-то более осознанно представляла, что меня ждет. Вот от второго похода у меня остались прям волшебные ребята воспоминания. Это было какое-то совершенно фантастические 10 дней. Вот, честно, туда стоило пойти только ради вот этого крымского неба, потому что когда вы в горах и вот вы там разбили этот палаточный лагерь, целый день вот ты топаешь с этим рюкзаком, рюкзак тяжеленный, килограммов, не знаю, ну 10 точно, ну оно звучит как бы легко, а попробуй с ним за спиной целый день прошляться по горам, тем более еще то вверх, то вниз, вот это, знаете, это ж не то, что по дороге ровно идти. Еще когда заблудились, два раза там сбились с пути, сделали крюк, блин, черт знает во сколько километров, разбили в итоге этот лагерь, зажгли костер, вот сварили какую-то эту нехитрую еду, и вот ты сидишь, ноги гудят, на гитаре кто-то играет, песни, и вот эти звезды на небе над головой, кажется, что вот они прям, ну рукой можно потрогать, вообще ни с чем не сравнимое чувство, а кто не ходил в поход, ребята, сходите обязательно. Я бы сейчас сюда очень сходила, как-то во мне юношеский энтузиазм еще бьет через край. Вот. А на сессиях мы, конечно, да, предметы были очень некоторые сложные, особенно, я помню, на первых курсах где-то высшая математика, матанализ. Больше всего я не понимала, знаете, что теорию вероятности, вот это была для меня вообще такая жесть. У меня подружка была в группе самая лучшая блондинка. И вот мы с ней ржали, что я высшую математику понимаю, ну, в счет того, что там вот эти все формулы, то есть там было все логично и понятно. А она вот каким-то интуитивным шестым чувством слету решала задачки по теории вероятности. Я говорила, наверное, потому что это блондинка, у вас там связь с космосом. Ну, что, как-то все это учили, сдавали. Были такие преподаватели, такие сложные предметы, именно на экзаменах они вот просто ходили церберами, знаете, не разрешали ни подсмотреть нигде, ни, боже упаси, со шпаргалок списать. У меня, ребята, со шпаргалками вообще была всегда такая напряженка. Вот я в этом плане совершенно была полный профан. Вот это же моя подружка блондинка, она вечно как-то так у нее все так классно получалось. Тут у нее какая-то резиночка на запястье, под этой резиночкой. Она как-то такой кофту оденет с этими рукавами-разлетайками. И она как фокусник, знали, так чик-чик, они как бабочки вокруг нее летают, эти шпоры. У меня никогда так не получалось. Вот серьезно. Если я пришла на экзамен со шпорой, это значит, меня обязательно с ней запалят. Вот прям сто процентов. Как только я там одним глазком куда-то попытаюсь заглянуть, вот всегда так было. Я помню, смешнее всего было на экзамене по философии зима. Я, значит, в философии много было информации как бы там одних этих учений кантовских, господи. И, в общем, у меня получились шпаргалки, но такие, знаете, ну, такие, наверное, где-то. С ума сойти. Да причем вот такие вот шприфты маленькие. Я там два вопроса кое-как написала еще по памяти, а третий, ну, вот просто, ну, вот как отрезала. Не помню, и все. Полезла я, значит, достала аккуратненько эту шпаргалку. Сижу, вот пытаюсь как-то ее там подпихнуть под этот листик. И тут как раз преподавательница, она была такая женщина уже в возрасте, знаете, такая бальзаковская возраста, дама очень элегантная, очень такая эрудированная интеллектуалка. И вот она прохаживается между рядов такая сединой, значит, у нее как-то так прическа тут заколана, тут какая-то брошь у горла. И я аж сижу там на третьей парте, пытаюсь в эту шпору подглянуть, и она, мне показалось, что она прям вот так на меня смотрит, и я решила незаметненько, ну, как мне казалось, спихнуть шпаргалку на пол, чтобы она сейчас вдруг меня не спалила ни в коем случае, и наступить на нее сапогом. Идеальное решение. Она проходит мимо и так, слегка поворачивая голову в мою сторону, говорит мне, вы знаете, по имени ко мне обращается, для вашего роста у вас удивительно маленькая нога, но она не в состоянии скрыть эту громадную шпаргалку, которая торчит из-под вашего сапога. Мне так стыдно было, ребята. Она ничего мне не стала там забирать, ничего. На каком-то экзамене у нас один парень история, по-моему, это была история. Вот тоже зачем экономистам история? Ну, курс этот закончили в школе. Тем более, что в институте было тупо повторение того же. В общем, он сидит, списывается наглым образом со шпаргалки. У него такая папка на парте лежит, сверху папки листочек, и он на этом листочке пишет, а шпаргалка под папкой. Подходит к нему препод и говорит, молодой человек, дайте шпаргалку. Он раз так листик поднимает с таким невинным видом и говорит, у меня ничего нет. Он, ну вы папочку поднимите. Тут такой, может не надо. Он, да надо, надо, давайте, поднимайте папочку. А в общем, он поднимает папку, хватает, мол, не нос на этот листик со шпаргалкой, запихивает в рот, прожевывает и глотает. Это было так смешно. Он преподаватель, а глаза такие, по пять копеек. Он говорит, у меня там вода есть в портфеле, может вам запить дать? Ну зачем вы так? Она же большая была. Но не выгнала его, кстати, тоже. А сколько мы всяких вечеринок устраивали? Или, знаете, с ними в складчину квартиру и туда толпой человек 17, как набьемся, боже, весеннее. Когда у меня уезжали родители куда-то отдыхать, оставляли меня промечиво одну в квартире. Боже, у меня тоже там были такие загулы. С девочками мы когда-то придумали устроить девичник. Никто замуж не выходил. Девичником это называлось просто потому, что мы собрались исключительно женской компанией. Нет, я еще позвала своего знакомого мальчика фотографа, чтобы он мне свою камеру хорошую нас типа пофотографировал. А потом у него села батарейка на фотоаппарате и он как бы ушел. И мы все равно остались исключительно женским коллективом. Но фишка была в том, что вечеринку мы придумали сделать костюмированно. Тематика была все мы родом из детства. Надо было принести с собой обязательно детскую фотографию. Это типа флайер на вход на вечеринку. И какой-нибудь прикольный такой костюм. Я иногда пересматриваю фотки с того вечера, ребята, я вот все равно каждый раз ухахатываюсь. Мы такие смешные там. у меня тогда был кот Босик. Босс назвали его. Такой мордатый, серьезный. Это кот, который со мной все мое детство провел, который прожил 20 лет. На тот момент он уже был довольно-таки солидного возраста. Серьезный абсолютно мужчина. Вот. А у меня костюм такой был. Розовая юбочка из фатина. Крылышки такие бабочковые какие-то, знаете, как у бабочки. И нимб почему-то такой пушистый по собручам, знаете. Ну, красиво было. Из такого же юбочку, причем сама пошила из фатина из розового. Из такого же розового фатина я пошила юбочку котику. Он почему-то категорически отказывался в юбочке ходить. Может быть, как бы его возмущало то, что он все-таки мужчина. В итоге эта юбочка была ему одета как воротничок жабо. розовая фатина и кот весь вечер в ней прощеголял. Ой, слышите, что я объелась горетьими пончиками. Наверное, я уже не буду последней доедать. Я знаю, вы не любите, когда я не доедаю, ребята, но есть же предел у лисичкиного организма. Ну, вкусные очень пончики. Прям ух. Ждет меня завтра разбрузочный день. Ну что, я надеюсь, вы успели попить со мной чаю или кофе или чего-нибудь еще. Может быть, прохладного. Надеюсь, что вам понравилось мое видео, что вы со мной хотя бы ненадолго окунулись в эту легкую, беззаботную студенческую атмосферу. Пишите мне обязательно в комментариях свои интересные истории. Я буду безумно рада их почитать. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok